Совсем скоро начнется официальная часть саммита Большой Двадцатки. Форум, как говорят эксперты, станет одним из самых сложных за всю историю. На повестке дня вопросы, разногласия по которым существенны. В Гамбурге работает мой коллега Стас Натанзон, он с нами на прямой связи. Стас, приветствую еще раз. Что происходит в Гамбурге сейчас? Вам слово. Да, здравствуйте, Вера. Ну, саммит Большой Двадцатки формально уже начал свою работу. Все лидеры 19 стран, а также Евросоюза, которые участвуют в его работе, уже приехали сюда, в Конгресс-центр, в Гамбурге. И вот уже первая сессия, она как раз начинается. Посвящена будет первая сессия экономическому росту и устойчивому развитию. Собственно говоря, это такая основная и традиционная тема саммита Большой Двадцатки, который и появился-то как результат кризиса 2008 года. появился с той целью, чтобы координировать международные усилия по поддержанию глобального роста. Будет еще одна сессия, посвященная климату. Вот когда вы говорили о том, что саммит будет непростым, возможно, в том числе и климатическую тему имели в виду, потому что мы помним, что Дональд Трамп выступает против последних международных климатических соглашений, в частности Парижской Хартии по климату, он из нее вышел, точнее, вывел Соединенные Штаты из-под ее действия. И очевидно, что переговоры по климату для Дональда Трампа могут оказаться сложными. И еще одна сессия, правда, она считается неформальной сессией Большой Двадцатки, будет посвящена терроризмам и ситуации на Ближнем Востоке. Но, пожалуй, гораздо больше внимания в эти дни, особенно в сегодняшний день, приковано к двусторонним встречам, которые должны пройти на полях Большой Двадцатки. И речь, в первую очередь, о встрече Владимира Путина и Дональда Трампа. Первая очная встреча президентов России и США. До этого два лидера четыре раза общались по телефону. И, конечно, накануне сегодняшней их встречи очень много разговоров о том, каких тем она будет касаться, что будут обсуждать. Большинство экспертов сходится во мнении, что это будет Сирия, будет КНДР, особенно в свете недавних ракетных запусков Северной Кореи. Непонятно, пока будет ли обсуждаться тема Украины. Кроме того, Россия говорила не раз, что будет поднимать тему так называемых дипломатических дач, собственности российских дипредставительств США, которая сейчас заморожена американскими властями, несмотря на то, что она подпадает под дипломатическую неприкосновенность. И давайте сейчас послушаем уже первые заявления, которые были сделаны на саммите Большой Двадцатки. Начну с наиболее актуальной темы – борьбы с терроризмом. Как показывает практика, ни одно государство, каким бы сильным оно ни было, не может в одиночку справиться с этим злом, не в состоянии надёжно защитить и своих граждан. Поэтому Россия неоднократно выступала с инициативой создания единого антитеррористического фронта при центральной роли Организации Объединённых Наций. И в этот раз будем призывать партнёров под двадцатки сплотиться в противодействии терроризму, сообща способствовать нейтрализации тех политических, социальных, экономических и идеологических предпосылок и условий, которые способствуют возникновению терроризма и его экспансии. До саммита Большой Двадцатки, который, я повторюсь, начался буквально пять минут назад, прошла встреча стран-участников БРИКС. Это такое уже ставшее традиционное мероприятие перед стартом Большой Двадцатки. Они, собственно говоря, обсуждали все те же темы и глобальный рост, и вот терроризм, о чём борьбу, точнее, с терроризмом, о чём только что говорил Владимир Путин. Надо сказать, что на улицах Гамбурга делегатов, членов Большой Двадцатки, встречают в том числе митингующие антиглобалисты, их акции протеста не утихают всю неделю. Минувшей ночью была, пожалуй, самая масштабная за всю эту неделю акция, она называлась «Добро пожаловать в ад» G20. Началась эта акция с довольно жёсткого разгона. Полиции мне понравилось, как вели себя демонстранты, и они буквально в считанные минуты с помощью водомётов, с помощью дубинок разогнали многотысячную толпу, которая, правда, очень скоро с помощью социальных сетей собралась вновь. Сегодня эти акции протеста продолжаются, причём не чуть не менее острые они, не чуть не менее горячие. Уже по сводкам полиции сожжено несколько автомобилей, была совершена атака на один из полицейских участков Гамбурга. Давайте мы вам покажем лишь некоторые кадры сегодняшних столкновений на улицах. Ну вот полиция, как мы видели собственными глазами, действуют довольно решительно и жёстко при разгонах. Не раз мы видели, как медики оказывали помощь пострадавшим тем, кого разгоняла полиция. Но и среди полицейских тоже пострадавших довольно много. По официальным данным, больше ста полицейских в результате митингов пострадали. Задержано более 40 человек, из них 15 уже арестованы, то есть задержаны на длительные сроки. Вера. Стас, спасибо. За саммитом G20 в Гамбурге следит наш специальный корреспондент Стас Натанзон.